Это мирно. Я не успокоюсь, пока ты не вернешься домой. Вторая башня упала. Не заставляй меня звонить тебе после каждого выпуска новостей. Пожалуйста, приезжай домой. Просто знайте, я люблю вас. Я застряла в этом здании в Нью-Йорке и... Обними от меня дочь. Самолет президента изменил курс. В Вашингтон он не вернется. Куда они летят, пока не ясно. Мама, не волнуйся, меня там нет. Мне повезло. Сегодня была моя очередь идти за пончиками. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Просим связаться с Пентагоном. ВТЦ атаковал самолет с бомбой. Это одни из последних сообщений, посланных пленниками разрушенных башен-близнецов своим родственникам. 11 сентября 2001 года два пассажирских лайнера, захваченных террористами из Саудовской Аравии, протаранили два небоскреба Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Из-за взрыва и последующего пожара здания обрушились как карточные домики. Всего 102 минуты и больше двух с половиной тысяч погибших. В это же время третий самолет долетел до Пентагона. Новая атака еще более сотни погибших. Четвертый лайнер рухнул в Пенсильвании, не долетев до Вашингтона. Из-за действий всего 19 террористов погибли почти 3000 человек. В тщательно спланированном теракте власти США поспешно обвинили Аль-Каиду во главе с Усамой Бен-Ладеном. Чисто технически я в эту картину верю. А во что мне очень трудно поверить, это что от недреманного ока американских внутренних органов ускользнула подготовка такого теракта. Этот же вопрос смутил и большую часть мировой общественности. Не успела улечься пыль от обрушения башен, а уже появился целый ряд конспирологических версий случившегося. Герой большинства из них арендатор разрушенных башен-близнецов Ларис Сильверстайн. За несколько месяцев до трагедии он заплатил за аренду комплекса Всемирного торгового центра 3 миллиарда долларов. После терактов получил по страховке 8. На самом деле, не играет особой роли, был ли этот теракт организован действительно аль-Каидой, или здесь были замешаны какие-то спецслужбы. Собственно, это не играет, еще раз подчеркну, никакой роли. Самое главное, что именно после этого Соединенные Штаты выходят на тропу войны. Соединенные Штаты объявляют войну мировому терроризму. Появилось то, о чем мечтают любые политики и военные на свете. Невидимый, неуловимый враг, на которого можно списать все, что угодно. И действительно, глобальная война с терроризмом, объявленная США, повлекла за собой закручивание гаек внутри страны. А самое главное, Белый дом объявил себя ведущей мировой силой, которая для обеспечения безопасности может действовать, не дожидаясь решения ООН. Сейчас можно констатировать, что под откос пошло и международное право, и понятие суверенитета. И ООН, при всем уважении к этой организации, уже стала такой филькиной грамотой. То есть, ее резолюции прямо нарушаются участниками Совета безопасности, же постоянными членами Совета безопасности. Это и война в Ираке, так и не санкционированная Советом безопасности ООН и события последних месяцев в Ливии. Между тем, под шумок на борьбу с терроризмом США выделили по разным оценкам явно больше триллиона долларов. Правда, террорист номер один в мае этого года был убит. Поэтому вполне можно ожидать смены врага. Тем более, что правительство США опасается новых терактов на 10-ю годовщину 11 сентября. В Нью-Йорке даже объявлен режим повышенной бдительности. Американцы – люди деловые. Если они готовятся к тому, что на 10-ю годовщину этого теракта случатся какие-то новые, значит, новые теракты случатся. Особенно если учитывать, что несмотря на активную деятельность на международной арене, внутри страны 41 рекомендации по защите от терактов, предложенных так называемой комиссией 11 сентября, 9 так и остаются нереализованными. Владимир Полуев, Артем Пономаренко, телекомпания АТВ.